И начнем выпуск с информации о паводке. В Великовисочном сельском совете введен режим к чрезвычайной ситуации. В муниципальном образовании потоплена 101 придомовая территория, 35 жилых домов с населением 113 человек, в том числе 23 ребенка. Вода подошла к фундаменту восьми социально значимых объектов. Из них продолжают функционировать семь. Ирина Никешина с подробностями. Обращаю внимание на меры безопасности. Перед отправкой обязательный инструктаж. К выезду готовятся 10 спасателей аэромобильной группировки. Великовисочные сотрудники главного управления МЧС России по Ненецкому округу отправляются на двух катерах. Возглавляет группу Владимир Антонов. На территории Ненецкого автономного округа продолжается вторая волна паводковых явлений. Соответственно, в Великовисочном сельском совете уровень воды достиг отметки 832 сантиметра. В результате чего в зону подтопления попало три населенных пункта. На территории данного сельского поселения введен режим чрезвычайной ситуации. Главным управлением принято решение о направлении в зону ЧИС первого эшелона аэромобильной группировки для оказания помощи, а также обеспечения устойчивого жизнеобеспечения населения подтопленных районов. В Великовисочном на сегодняшний день развернуто шесть пунктов временного размещения. В них в случае необходимости смогут разместиться до 225 человек. Ситуацию держат на постоянном контроле. Населению подтопленных населенных пунктов должны оказать адресную помощь. Пока все жители из подтопленных домов размещены у родственников. Готовы пункты временного размещения жителей и в Хоседохарском сельсовете. Сегодня в муниципальном образовании введен режим повышенной готовности. Уровень воды здесь достиг отметки 864 сантиметра. По данным гидрологического бюллетеня, на 16 часов 21 мая в Хривере уровень воды поднялся на 77 сантиметра. И достиг отметки 907 сантиметров – редкий ледоход. На Ринмаре – 489 сантиметров, плюс 2 сантиметра чисто. По информации Объединенной гидрометеорологической станции Наринмар, на Печоре ледоход закончился. На Нижней Печоре уровни превышают среднемноголетние при весеннем половодии и отметку неблагоприятного явления, при которой происходят разливы и затопления в населенных пунктах и участках дорог. В течение дня на реке Печора перешел через неблагоприятную отметку уровень воды в Йормице. Ниже в Устьевой области, включая Наринмар, уровни повышаются с интенсивностью 1 сантиметр в час. В связи с прохождением высокой половодной воды на реке Печоре наблюдается разлив воды на пойме у населенного пункта Великовисочная. Формирование максимальных уровней на Печоре на участке Йормице-Наринмар ожидается 23-26 мая.